Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Мы посмотрим сегодня на графики по биткоину. Биткоин идет вниз к отметке 18500, прям ровно, как я и говорил в своем прошлом видео. Ну, посмотрим подробнее на графиках, но мое мнение, что биткоин пойдет рисовать двойное дно на 17500. Ну и затем будет какое-то очень значительное движение в октябре на биткоине, и я думаю, что это будет движение вверх. Ну а сейчас я нахожусь в Мюнхене, в Германии. Посмотрите, какая тут сказочная красота. Такие замки. Красиво, правда? Ну хорошо, вернемся к криптовалюте, и токены MCRT держатся довольно неплохо на этой просадке битка. Но весь остальной рынок, конечно, очень страдает. По эфиру там просто невероятный пролив, конечно. Ну, посмотрим подробнее на графиках, и давайте перейдем к ним прямо сейчас. Ну и, кстати говоря, вот видео, в котором я говорю о возможном падении биткоина. На мой взгляд, биткоин может пройти на 17500 долларов, сбросить там все слабые руки, и затем пойти вверх. Короче говоря, вот такое видео я записывал вчера, когда биткоин стоил еще в районе 19800, что-то такое. Ну и действительно, биткоин прошел ниже. И посмотрите, что прямо сейчас происходит на рынке. Все в красных тонах. Ну, единственное, что я вижу в зеленом, это Шиба и Солана. Ну, а весь криптовалютный рынок, да и фондовый тоже, конечно, не очень хорошо себя чувствует. MCRT тоже очень сильно упал на 7%. Эфириум классик минус 4%. Коинбейс 4%. Короче говоря, не только криптовалютный рынок падает, но и фондовый тоже. И текущая капитализация криптовалютного рынка опустилась уже ниже 900 миллиардов долларов. Ну, хорошо, давайте перейдем теперь на биткоин. Мы смотрим на недельный таймфрейм, здесь очень хорошо виден даунтренд, который начался в ноябре прошлого года. 11 ноября, если говорить точнее, несколько дней назад мы коснулись этой трендовой линии, которая обозначает глобальный нисходящий тренд, но в итоге оттолкнулись от нее вниз. И сейчас биткоин снова подходит к этой трендовой, но снова отскок и снова мы идем ниже. Но опять же, время продавать биткоин было в ноябре прошлого года, когда он стоил 69 тысяч долларов. Ну, а сейчас, когда биткоин стоит 19-18 тысяч долларов, это не самое хорошее время для продажи биткоина. Посмотрим теперь на дневной таймфрейм, здесь стахастик тоже в перепроданности, но по-прежнему биткоин идет ниже и ниже. RSI тоже находится в зоне перепроданности, но скользящая средняя, вот эта желтая линия, все-таки направлена вверх. Сквиз моментом находится в зеленой зоне, ну и стахастик, как я уже сказал, в зоне перепроданности. Посмотрим на ботов, что говорит биткоин-индикатор-бот. А биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу, когда биткоин стоил еще 22 тысячи долларов. Посмотрите, как он четко ловит разворотные моменты. Вот здесь был сигнал на покупку, и вот здесь на 22600 дал сигнал на продажу. Неплохо отработал бот, четко поймал момент разворота на биткоине. Криптогуру-бот дает сигнал на продажу, и всех этих ботов вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу, кстати говоря. Ссылка есть в описании под видео. На четырехчасовом стахастик в перепроданности. И посмотрите, какие огромные объемы на продажу на битке. Вот здесь 17 тысяч биткоинов было проторговано в эти 4 часа. Здесь еще 13 тысяч. Короче говоря, вот за эти дни, конечно, очень большое давление продавцов было на битке. И что еще очень важно, это то, что биткоин пробивает вниз вот эту трендовую линию. Если мы посмотрим на дневном таймфрейме, вы видите расширяющийся клин. Внутри него находится биткоин. И сейчас он пробил эту трендовую вниз. Нижнюю границу этого клина. Но моя идея по-прежнему заключается в том, что биткоин будет рисовать двойное дно на уровне 17500 примерно, после чего возможен отскок. И затем в течение нескольких дней будут очень важные события происходить на битке, потому что он подойдет уже вплотную к этой красной трендовой линии. Но биткоин, конечно, может пройти еще ниже, чем 17500. Но если биткоин прольется действительно ниже, он может уйти на 13800 примерно. Поставим там уровень. Либо, опять же, биткоин оттолкнется от 17500, прорисует там двойное дно и уйдет выше. И это, скорее всего, будет означать уже конец медвежьего рынка. Главное, чтобы биткоин пробил и удержался выше вот этой трендовой линии, который обозначает глобальный нисходящий тренд. Решающий момент уже очень близко. Объемы на покупку какие-никакие, но заходят. За последние пару часов было сколько тут проторговано? 5000 биткоинов. И здесь 6, в общем, 11000 биткоинов за последние пару часов. Но посмотрим, как будут развиваться события. Давайте сверимся еще на 15-ти минутке. Здесь тоже стахастик в перепродности. Какие-то небольшие отскоки есть, конечно, на 15-ти минутке, но они совсем неуверенные. И если вы хотите торговать вместе со мной, то подойти в видео с полезной ссылкой. Вы можете зарегистрироваться по моей ссылке на криптовалютной бирже Бабит и получить бонус 4450 долларов. Если зарегистрируетесь, заведете на биржу деньги и начнете трейдинг. На этой бирже вы можете торговать с биткоином, эфиром, другими альткоинами. В общем, биржа очень удобная. И опять же, помните о том, что вы можете получить бонус 4450 долларов. Короче говоря, вернемся теперь обратно на графики, какую сделку можно было бы открыть. Заходим в шорт на текущих уровнях. Стопло ставим на 18 880 долларов. И куда ставим тейк профит? Я думаю, что поставить ее можно на 17 650 долларов. И уже от этого уровня я бы переворачивался в лонг на битке. Но стахастик находится в зоне перепродности на 15-ти минутке на часовом таймфрейме. Поэтому, возможно, какой-то отскок вверх сейчас на битке. Может, все-таки имеет смысл зайти в шорт не на текущем уровне, а чуть выше, поставить цену входа. Но и тейк профит действительно ставим на 17 650 долларов. 640. Это дает нам соотношение риск-прибыль 3,42, риск 275 долларов. И потенциальная прибыль составляет 942 доллара. Это если торговать без плеча. И с десятым плечом прибыль может составить 9400 долларов. Цена входа получается 18 580 долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине. Эту торговую идею я забрасываю в свой телеграм-канал. Я, ребята, тут запутался в своих телеграм-чатах, конечно. Ну и вот мой телеграм-чат с торговыми идеями. Здесь уже 4,5 тысячи подписчиков. Именно сюда я забрасываю свои торговые идеи, которых рассказываю вам и в своих видосах в том числе. Поэтому тоже можете присоединиться. Ссылка есть в описании под видео. И, конечно же, давайте поговорим о проекте Magikraft и токене MCRT. Токен-то держится довольно неплохо на этой просадке битка. Посмотрите, против биткоина рост 4,2% и против эфира 7,6%. Место в рейтинге криптовалют мы занимаем 640-ое. Наши блокчейны, Binance Smart Chain, Solana, Phantom и Ethereum. Текущий маркеткап составляет 16 миллионов 200 тысяч долларов. И, конечно, вся эта история с биткоином влияет также на цену токена MCRT. Вы сами видите это на графике. Но, тем не менее, пока что мы держимся на уровне 1 цент. Ну и посмотрите, на трехмесячный таймфрейм здесь видно, что токены MCRT все еще держатся в профите относительно своей минимальной цены. Ну и давайте сейчас на PancakeSwap посмотрим, сколько токенов вы можете взять на 1000 USDT, например. На 1000 USDT вы можете взять 95 864 токена MCRT. Обязательно обратите внимание на этот проект и на токен MCRT. И наша цель создать игру номер один в мире по модели PlayToEarn. Также не забывайте, что вы можете отправить свои токены в стейкинг. Узнавайте все детали на нашем сайте magicraft.io. И в данный момент за стейконом уже 485 миллионов 900 тысяч токенов MCRT. И совершенно потрясающе, вот этот показатель, 485 миллионов токенов золочено, потому что это практически треть от общей циркуляции токенов. Общая циркуляция составляет 1.57 миллиарда. Ну и опять же, если вы хотите купить токен, то ссылки есть в описании под этим видео. Можете выбрать биржу, которая вам удобнее. Также очень важный момент, если будете в Дубай, обязательно заходите. 4-5 октября будет потрясающее мероприятие Blockchain Economy Forum. И я буду там одним из спикеров. 3000 посетителей, больше 100 журналистов, 80 спонсоров и больше 60 стран участвуют. Это один из наших персонажей, Блейзи. Мы будем выпускать ее, как и других персонажей в NFT-шке, конечно. Это интересный чарт, который показывает, что количество кошельков, в которых есть больше одного биткоина, неуклонно растет. Несмотря на то, что цена биткоина падает. Смотрю каждый день твои видосы, Джеймс, и обожаю твой проект. Джеймс, ты потрясающий чувак, и я постоянно смотрю твои видосы и многому тебя учусь. Рассказывай больше о проекте MCRT, моя основная прибыль идет от этого токена. Мы превзойдем Axie Infinity. Спасибо за твои ежедневные видосы, я за ними постоянно слежу. И именно из твоих видео я всегда учусь чему-то новому. Ну что ж, на этом, я думаю, на сегодня достаточно. Поговорили о биткоине, о токене MCRT, о рынке. В следующем видео, я думаю, мы поговорим подробнее об эфире. И поговорим, скорее всего, о Соланам. Ну и, конечно, всегда принимайте свои решения, делайте свои исследования. Но я рекомендую вам обратить внимание на проект Magicraft и токен MCRT. Я являюсь основателем этого проекта, я давно уже миллионер. Но я не устаю создавать что-то новое. И сейчас мы создаем игру по модели PlayToOr. У нас больше 100 людей работает над этим проектом. И если вы хотите знать мое мнение, то Magicraft это одна из лучших игр в мире. И если вы хотите присоединиться к бета-тестингу нашей игры, вам нужно иметь либо 1 миллион токенов MCRT, либо как минимум одну игровую NFT-шку из нашей Genesis коллекции. Поверьте, эта игра очень крутая. Я играл во многие игры в своей жизни, но Magicraft меня просто потрясает. На текущем рынке, по крайней мере, что касается криптовалютных игр, Magicraft одна из лучших. Ну что ж, спасибо, что посмотрели этот видос. Всем желаю хорошего дня. Время продавать беток было, когда он стоил 69 тысяч долларов в ноябре прошлого года. Ну а сейчас время покупать биткоин. Но если вы так и собираетесь делать, то не покупайте биткоин сразу на все деньги, а расставляйте ордера лесенкой, для того, чтобы получить максимально выгодную цену. Спасибо, что смотрели. С вами был Джеймс Криптогуру. И увидимся завтра.